так live chat еще у нас привет народ как правильно так что ли нет не хочет ну ладно что-то неудобно так решили показать сейчас может кто-то выскочит выходи народ бороться mazda бонго фрэнги сейчас переведу как правильно там сложное название у них секретное название до out of ритоп out of ритоп на и народ русский выходе россияне полный привод девяносто пятый год наверное пробег 140 что ли не знаю даже не помню там плюс минус очень полный привод дизель wlt турбач turbo один человек привет привет незнакомец сразу лайк ставьте чтоб понятно было вот пороги пороги так есть там типы дуги есть вот тут порог есть до литья только нет эти окна не выдвигаются крыши электрическая туда-сюда можно регулировать полный привод full time turbo диссел потом что еще вот спереди дуга такая шикардос на и вот у нее такая вот крыш крыша крыша так показать чё-нибудь чудо один человек только пиши человек ты кто такой такой вот full time чик этот у нас электрик дар закрылся закрылся клост так электрик крутниц электрошторки вот телевизор оригинальный оригинал тебе кассета телевизор и так далее то тут подножка вар какие вот так вот сейчас я заведу и запущу два человека гуси летят гискус закаркали такая огромная дверка где у него ключ и народ уже три человека пишите эти как его комментарии от мы тут замерзаем мы быстренько сейчас свалим так маза бунга найти найти файв 95 год вот такой номер с чел файф то full time диссел турбо другого дизелек вот у него вот так вот пипельница h3 вот тут у нас секретные эти и вот это вся вынимаете штуковина и доступ двигателю отсюда и оттуда это опять исчезли что-то наших нету или я рано начал да так запустим ну ладно покажем еще раз назвался груздем лезть в кузов да так это у нас противотуманка это у нас зеркало это складывание зеркал запустим старт глуп лакс старт крышу надо закрыть давай закроем крышу а чтобы закрыть крышу нам надо выйти а сколько лампочек горит до о 5 человек народ выходи сразу пять человек и один лайк ставьте лайк вот туманки пишите пишите чем комментарий о том мы тут замерзаем у нас все осень крыша закроет а его на козы с roof тут покажу тут этот отстегивается если что можно здесь зип отстегнуть такая шторки давай покажу шторки шторки крутится тут вот сюда вот да любит друг друг так это вот отсюда для пассажира отсюда а каким способом летаясь который показан продал такой недавно все таки да мы продали уже пару фрейм френдюшек как заказы ну как обычно контейнер сейчас пореже в основном заказом этими таки вот да руслан у нас же все гнилые возят этот как его в россию в те времена особенно 90 2000 народ то бедные везут всякую говно всякую пену я потом начал уже более-менее хороший возить так давай сюда покажу вот тут вот такая койка мойка 4 челдобряка тут даже у него полиэтилен слушай и вот тут отстегивается и все это дело можно проветривать да спать обалдеть кстати вот тут еще ух ты такой ячок такой свет как он там работал же алла эй не вижу без очков тогда так ладно это пока закрою что льда без разницы можно оставить вот тут переговорное устройство для детей наверно так вот раз и там разговариваешь и отсюда можно какой-то свой да и вот тут такая штучка есть так вот раз и можно в принципе сидушку это убрать сейчас некуда мне убрать задние мешают но я понял да бонга да они как бы редкие и частенько понятно чем реже машины тем больше гнили и всякой проблемы хотя и nissan и toyota у нас гнилые бывают все бывает ну может быть это самое сейчас покажу короче обычно здесь дверка закрыта обычно тут они бывают как бы гниль ухты здесь вот да страдает но это можно отремонтировать и проблем нет да ну понятно там можно еще и подрамник где-то этот просто полироль да тут вот не роль когда вот видишь да просто полироль осталось да а так не гнилой красавчик вообще просто красавчик вот смотри просто видишь да чё творится видишь все творится вон он такой просто супер-пупер ну чё как борется это плановно один хозяин парковочный знак ты наш знак сюда заходите выхлоп но есть проблема на нем есть проблема выхлопная выхлопной выхлопной этот коллектор лопнула гайка я не знаю почему начал свистеть что-то мне посвистывать с выхлоп там под послассажа и это залезли его просто одна гайка лопнуты то есть надо как-то снимать этот глушитель труба то есть не глушитель а эту турбину складывание зеркал и вы сверлить как-то в принципе не проблема конечно но это так гейморно уже будет до заниматься у кого есть там такие случаи пишите тут вот бензину то есть это масло 138 ван ван тюре и таузен километра но мы уже поменяли здесь у нас в форе че гадни ойл побрызгать ну куда-то брызгать не туда надо отрегулировать климат-контроль конечка работает еще воркс шторки вот тут у него тут вот тут вот они кнопочки не вижу неудобно телефону так и сейчас я открою вот так вот открыл и вот эту же открываем стурочки чуть народу мало добирать опять рано что еще так давайте я это тут туманки включил выключил закрою крышу такой вид просто чё-то шел-шел дай-ка думай быстренько запилю видео вот вот вообще времени нет так захожу складываю крышу да красота среди бегущих так тут вот подлокотник да так и чтобы крышу сложить вот эту надо надо опустить а кстати вот свет тут да давай включу вот так ярко будет и вот эту кнопочку надо нажать неудобно здесь наклон она сейчас будет пищать и все бежим вниз вот эту закрыть что ли могу закрыть да это могу закрыть и все и погнали понеслась по шпалам да где тут закрывать то не вижу а вот класс откуда покажу два этапа она как-то закрывается закрылась такой вид изнутри кто тут лечок если чё переговорный и вот так вот случилась вот такая мыльница сверху закрылась да что-то какой-то ракурс этот айфона мне выбрал не как этот хотел вот так снимать но так не снимает короче разбираться надо а может вот так мою мордочку моя мордочка попала так ну чё еще раз внутря показать как спинка складывается я уж не помню как тут из него столик делается тоже что-то не соображу может сюда тянуть надо не знаю где у него тут прячется а вот наверное вот так вот да все оказывается за подлокотником вот такой получается столик да айда пишите что-нибудь а то замерз хоть поговорить и вот тут вот вот у него два рычага это у нас рычаг это спинку наклонять а это вот сделать столик и вот сюда хоба такой вот тут даже подстаканник есть и там тоже на четверых короче сообразить можно еще и продаются эти комплекты вот эти подрамники под переднее сидение можно разворачивать переднее сидение этот мы подбегаем назад что там уперлась а слушай он уже до конца да блин ну ладно то есть дальше не идут заднее сидение как на гранвее ну в общем эти можно развернуть сидеть там где-то глубоко здесь стол поставить и здесь уже можно этот друг другом лицом к лицу скажем так да лицом к лицу да слушай рельсы здесь не очень далеко назад не идут это как бы минус да но все равно машина хорошая две ручки не знаю почему то вот они тут сообразили это вот у нас название состояние хорошее не ржавое вот у нее торец могу показать вот тут вот могу показать где еще показать я не знаю ну молодец хозяин так вот свет здесь ремни можно детские сиденья пристегивать что-то нету любителей мазды ладно потом посмотрит кому надо закрываем задоводчик все телек для задних пассажиров ну да правильно Руслан ну раньше же модно было я не знаю как сейчас но в принципе мы свежие машины возили на Россию они все практически шли с навигацией с телевизором там жесткий диск HD и так далее и так далее вот может на этих уже пошли даже не знаю а так раньше конечно в 80-х годах или в начале 90-х или в середине шли на более таких крутых типа марк 2 нет краун краун вот мы привозили ван юзи там на мазда я помню этот я у нас или какой там забыл вот этот трех роторный который поршневой там даже и телефон стоял да так что для пассажиров конечно и потом я знаю что у них там типа сейфти телевизор не показывает пока ручник не держишь мы в России обычно ручни ручники резали проводок и этот самый телевизор показывал или девдюшка показывала во время движения но мы брали новосибирский этот забыл как он там адаптер короче там 6000 что ли ну приличный денег стоит ну не так что дорого и в общем устанавливаешь и все показывает и DVD там и этот FM полный ловит и телевизор тоже ловит короче так что можете ставить это создает такой обалденный уют а ну да комплектация хорошая потому что есть климат есть этот TV но это все опции я так думаю просто у них там есть 2-3 базовые какие-то комплектации и они а остальное они могут по желанию уже добавить да все что угодно в Японии можно по желанию добавить там если заказы с машины ждешь и говоришь там я хочу то-то-то-то-то-то полный пакет они все эти установят без проблем в любой машину а так ну конечно да есть какие-то виды например супер кастом вот он у него именно 8 сидений это всегда будет что бы хозяин не хотел у него будет вот такой простой материал вот такой вот да у него будет этот ну вот такой материал и 8 сидений а супер кастом лимитед который там уже будет тут сидение как это King Captain Chair да покупаешь этот адаптер новосибирского этого завода или как там да с Академгородка я забыл он как называется и он все это декодирует все сигналы и видео все видео и ТВ без проблем будешь смотреть вот еще хочу показать показать еще раз вот это 12000 пробег колеса новые поставили Таунайсик с пробегом 12000 там с чем-то с копейками да просто красавчик что-то народу мало все спят что ли или не видят ютуб какой-то злой не показывается 12500 там с копейками пробег ну да в России сейчас проблемка как привести только под документы какие-то что ли как запчасти я не знаю а как еще привести новая резина New Tires вот это люк кстати у нее вынимается полностью 12000 12000 долларов бакинских для чего чтобы привести машину а как опять же на учет ты ее же не поставишь на документы если как-то я не знаю короче я знаю что раньше везли как запчасти можно под ПТС все это поменять и все ну понятно что всякие сложности с законом всякие палки же у нас там вставляют чтобы не оформляли люди не 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 но вот красавчик стоит тоже один за 10 тысяч хотел купить но что-то какой-то нудный попался не захотел короче вот а вот почтальонам завтра может быть продадим вот этот бекфорн там стоит бензиновый им да для работы надо там стоит бензиновый бекфорнчик он 12000 пробег а ну это да это новая да новая тачка да новая не знаю японец слушай был прям какой-то я не знаю прям ну просто молодец конечно ему надо выговор то есть вот этот батарею надо забрать слушай пока он ковер не промел ему надо конечно какую-то премию высшую там какую-то я не знаю подарок прислать да просто тачка тачка класс да вообще мы то у нас мало возим боимся этого два сети то что там головка туда-сюда поэтому стараемся брать хорошие маленькие пробеги ну чтобы все пучком было и чтобы этот шаканчик был наклейка которая на лобовом стекле которой раньше люди говорили что это вот какой цвет такая машина зеленый красный плохая зеленый хорошая и так далее это нет это от года просто зависит это прошлый год это прошлый техосмотр это будущий техосмотр то есть настоящий техосмотр и так далее ладно что-то это никого нету всего два челдобрека и три лайка но это уже хорошо тогда закругляемся до на карину тоже клиент тоже что-то нету хотел приехать купить и что-то исчез бывает так бывает просто ниоткуда появляются клиенты а бывает это вроде на груди волоса рвут что круг и потом раз и нету да ладно все тогда до связи от учета мало народу до свидания